Дарья Сударева 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 очень сейчас популярный флешмоб когда дети читают стихи они записывают на видео как они читают стихи о великой отечественной войне о победе и размещают соцсетях и популярная такая тема когда ребята записывают свои такие коротенькие полезный совет лайфхаки причем эти советы могут быть на разные темы на темы школьной жизни то есть как лучше подготовиться к какому-то конспекту к уроку на свои какие-то темы по своим увлечениям хобби как там подготовить творение песню что-то сделать смастерить своим руками вариантов много основная задача у нас сейчас показать ребятам что интернет можно использовать для создания позитивного контента самостоятельно и мы надеемся что это будет интересно нашим ребятам потому что тоже цифровое поколение новое и у них это очень хорошо идет им это интересно надеюсь что родители тоже присоединятся и помогут ребятам создание этих роликов вот если говорить про дистанционное образование уже вот неделя завершается практически как вот вы оцениваете вот итог работы все-таки эффективное вот это дистанционное образование или все же может быть меньше контроля за учениками так как они дома этим занимаются как вот складываются ну это надо конечно больше обращаться к педагогам которые ведут эти уроки непосредственно чтобы оценить но когда мы 18 марта проводили методическое совещание у нас были преподаватели из города ульяновска из мариинской гимназии из лингвистической гимназии они как раз рассказывали о том что сейчас современные платформы информационные такие как яндекс учебник учиру они позволяют педагогу в реальном времени оценивать прохождение тестов и выполнение задач ребенком то есть не то что вот отправили задачу и ждут сидят когда ребенок выполнит или может быть не выполнит нет у них есть возможность именно в онлайн-режиме то есть по расписанию в девять часов урок по математике соответственно дети дома загружают информация это задание его в онлайн-режиме выполняет и учитель уже отслеживает так что современные платформы это позволяют сделать я думаю что наверное после каникул если у нас продолжится дистанционное обучение мы сможем какой-то такой первоначальный срез провести но в любом случае родители должны понимать что в данном варианте ответственность родителей возрастает контроль родителей не только педагогов но родителей многие относятся с пониманием находятся на постоянной связи с педагогами с классными руководителями задают дополнительные вопросы где найти задание что еще детям посмотреть я думаю что мы с этой ситуации справимся когда я готовилась к эфиру слышала очень много таких единичных мнений вот о том что дети будут учиться летом потому что они не смогут освоить всю образовательную программу которого запланирована весь год вот так ли это вообще развеете этот миф если неправда вообще не слышала такого то есть никаких установок о том что у нас будет продлен учебный год нет сейчас есть только информация о том что переносится дополнительный этап егэ то есть единый государственный экзамен должен был стартовать вот прям ближайшие дни для тех ребят которые по состоянию здоровья или в каких-то своих других ситуациях вынуждены были сдавать экзамены раньше положенного срока вот министерство просвещения уже официально заявил что этот дополнительный этап отменяется и он будет совмещен с основным этапом основной этап нас стартует 25 мая то есть вот только эта информация есть о том что каникулы летние будут как-то урежены и учебный год будет продлен никакой информации нет я думаю что навряд ли все успеем конечно мы посмотрим другие формы работы интенсивность увеличим я думаю что педагоги с этим справиться ну и не могу не спросить про учреждение дополнительного образования тоже в обычное время они работают в каникулы вот как будут они работать учреждения дополнительного образования также как все общеобразовательные организации сейчас работают в дистанционной форме и сегодня мы как раз тоже отвечали в контакте в группе министерства образования на украинской области на этот вопрос в зависимости от направления подготовки также дается задание дети выполняют и отправляют либо видео с выполнения этого задания если например это спортивное какое-то направление или художественный там скажем вокал или танец они получают комплекс упражнений видео сами выполняет на видео снимает отправляет если это декоративно прикладное творчество или техническое творчество то они выполняют эту работу могут сфотографировать могут ее потом просто занести отдать показать занятия продолжаются но просто другом формате так и привыкнут к дистанционному модели ну я думаю что нет все равно не привыкнут потому что человеческое общение оно более приятное и взрослым и детям и наоборот мне кажется когда пройдет закончится этот период ограничения дети с большим удовольствием встретятся и будут общаться наверное более тепло и близко потому что они соскучатся по живом общении спасибо большое со следующей неделе с 23 марта у нас стартует тематическая неделя нацпроекта экология роман евгеньевич расскажите в первую очередь из чего состоит нацпроект какие под программы включает еще на все правильно заметили далее значит действительно с 20 тематом у нас стартует тематическая неделя нацпроекта экология в него входят входит проект комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами сохранение уникальных водных объектов сохранение лесов оздоровление волги и чистая вода министерство природы ульяновской области курирует значит только три проекта это повторюсь комплекс система с твердыми коммунальными отходами сохранение каменных объектов и сохранение лесов значит нацпроект у нас открыли у нас новые возможности сфере экологии проведены ряд мероприятий реформа чистоты в рамках проекта комплексная система с твердыми коммунальными отходами является крайне волнительно для жителей то есть сейчас мы делаем всю работу для перехода региона на новую систему вращения с твердыми коммунальными отходами проекта сохранения уникальных водных объектов это включает в себя расчистка русел также расчистка приблизно защитных полос водных объектов которые являются регионального значения такие водные объекты у нас относятся озера которые не входят в опыт и федерального значения реки которые и ручьи которые у нас находится только в нашем регионе не на двух либо трех субъектов российский раз как допустим волга ли сияга который у нас у нас так в этом году закончилась закончились работы по расчистке русла реки урей в селе пусть урей корсунского района результате данной работы мы отградили от подтопления порядка 113 человек была у них угроза в результате расчистки русел то есть это угрозы настоящее время нету по проекту значит сохранение лесов мир природы закупила различные оборудования в том числе трактора пожаротушительную систему также для высадки деревьев данные закупки необходимо для того чтобы предотвращать предупреждать и локализовать если какие-то ли у нас пожар опасный период возникнут пожары также осуществлять своевременных больших объемах высадку деревьев в лесу вот если говорить возвращаться к реформе чистоты буквально год назад мы тоже в этой студии встречались рассказывали первые итоги и на тот момент были и проблемы и мусор не возился вот спустя год каковы итоги ну значит стоит отметить что у нас вот по итогам девятнадцатого года наша область выполнила все целевые показатели которые были по данному проекту и хочу отметить то что данные показатели выполнялись без участия федерального финансирования все это было сделано за нашими силами и бюджетом ульяновской области когда начинался на ну как скажем так трудновато но нашла начинался вот было большое количество жалоб если берем анализ за первые там 36 месяцев то большое количество жалоб также и сбои были с вывозами с переполнением контейнеры люди вопросы были по тарифу по другим вопросам после наших информационных также статей и встречи с гражданами общения с жителями разъяснение данной данного нас проекта данным то что мы к чему стремимся в настоящее время если мы берем вторые полгода то жалобы в разы даже в десятки раз уменьшилась и то есть имеет место быть там 5-7 обращение месяц это который имеет они вопрос субъективным субъектового характера по поводу там стану контейнер подвинусь там поближе там либо контейнер там отодвинутся который решается сразу на местном уровне и вместе с муниципалитетами также в девятнадцатом году переработали то есть у нас было ранее создана территориальная схема по обращению с отходом который была переработана прошло все общественные обсуждения но опять же мы не стоим на месте территориальная схема она не является как бы вот такой вот как границ стоит она живой организм то есть при появлении там новых источников там и новых домов и новых предприятий то есть она будет вноситься новые площадки будет двигаться схема движения региональных операторов их них автомобилей мы работаем так что у нас я считаю все хорошо вот какие мероприятия запланированы на тематической неделе на что будет сделан упор а значит одна тематической неделе у нас скажем так он я считаю что обширный у нас неделя там запланирована у нас вот как я говорил на выезды на вот река урень то есть проверка работы посмотрим как сделали хорошо работу по очистке русел пообщаемся с жителями также мы будем будет учитываться выезд в лесничество в индийский район где будет представлена техника которая была закуплена в рамках национального проекта также у нас в начале недели во вторник запланирована встреча с первым региональным оператором который значит он новационную технологию у нас представляет у нас в россии никого нет то есть он идет переработка отходов практически 100 процентов то есть он все отходы которые органического характера они превращают в результате действий в технический груд который в дальнейшем возможно используем для различных работ там рекультивация каких-то канка карьеров для других дорожных работ и то есть будет все это заканчивается в конце неделя большой коллегий где у нас будут присутствовать и лесники и экологи и соответственно на муниципальных уровнях тоже пользуюсь ваш возможность то есть они должны свои экосоветы свои экологов проводить тоже встречи на муниципальном уровне то есть много мероприятий достаточно спасибо большое да конечно мероприятия недели посвящен национальным проекту экология у нас также вас для школьников проводится региональная и дистанционная онлайн олимпиада это эко олимп 2020 23 марта в 12 часов на специальном сайте появятся все задания этой олимпиады и до 12 00 24 марта они их можно будет скачать выполнить и отправить на определенный электронный адрес мы всех ребят и их родители приглашаем к участию чтобы каникулы не только в удовольствие но еще и с пользой прошли конечно тем более мы знаем что 28 марта это день земли когда всех призывают на час отключить электроэнергии позаботиться об экологии я надеюсь что наши граждане тоже примут участие в этой акции всех приглашаем спасибо ну еще нельзя не отметить два две программы нацпроекты экологии это оздоровление волги и чистая вода геннадий анатольевич расскажите вот в этом году какие объекты будут задействованы вот в рамках вот этих вот проектов в этом году буду задействованы очень много объектов потому что части не синих уже начнут материализоваться часть проектируется поэтому если просто по перечню да это реконструкция скажем архадийского водозабора это проектирование значит водопровода от октябрьского до чердаклинского района это реконструкция водоснабжения новой новой майной миликерского района строительство водоводок повторить еще раз от октябрьского до чердаклов старая майна система водоподготовки по оздоровлению волги это реконструкция честных на вульяновске что очень хорошо это это строительство очистных в барыше где уже десятка по моим по моим данным больше десятка лет там просто они просто не отсутствует это сооружение биологической очистки и ультрафиолет обеззараживания на водоканале в ульяновском а также реконструкция честных димитровграде и в городе индии причем это не крайний перечень он будет дополняться по мере того как мы будем выполнять и как будет отрабатываться финансовая схема по реализации всех этих проектов потому что сумма которая заложена проект они большие ну просто громады да вот на например на оздоровление волги это больше порядка пяти миллиардов до на чистую воду порядка 400 миллионов рублей понятно что все они распределены в определенные последовательности зависимости от того как готовится проект на документацию как она достаточно оперативно проходит экспертизу насчет потом торги потом подрядчик и насчет в конце концов сама работа есть даже такие проекты на которые сегодня уже можно посмотреть да это реконструкция честных на вульяновске сегодня там установлены камеры видеонаблюдения и все кому не все все кому интересно могут посмотреть какие работы проходят там ну буквально в режиме онлайн где посмотреть сразу вопрос 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 скажу скажу можем разместить потом ссылку да пока по которой можно можно пойти и пожалуйста так кстати система видеонаблюдения за работами она применяется не только вот в этом проекте в прошлом году на учитывая проекте формирование комфортной городской среды значит в инсте тоже были установлены камеры несколько несколько камер на парке горького и там можно было наблюдать что делает подрядчик как делают подрядчик как работы для г yeah то есть это то что вот там художественный фильм дада она даже для людей не посвящённо было интересно вот работает вот как работает вот что вот в какую погоду работ OFF что они в это время делают в общем то я отслеживала эти работы к каждому каждый день мы по долгу службы в конце концу просто было интересно как выстроена работа вот потому что он беспокоишься же успею не успеют Да, вот смотришь иногда на какие-то даже подвиги людей, которые там работают. Поэтому, ну, видеонаблюдение, это, конечно, стимулирует еще и подрядчиков, которые понимают, что за ними глаз есть, глаз круглосуточный. И поэтому это все-таки вот приводит к работе. А вообще сами жители могут, ну, не только в режиме онлайн посмотреть, а вот, может быть, поприсутствовать, посмотреть, какие-то, может быть, общественные выезды организовывают, как организован работает? Мы этим, честно говоря, не занимались, потому что промышленная работа, особенно сейчас в весеннее время, да, выезжал губернатор, допустим, на Ульяна. Для того, чтобы обеспечить выезд чиновника высокого ранга на этот объект, нужно сделать что? Там же земля, это же снег, это вода, да, нужно пройти, нужно дойти, значит, нужны какие-то отмостки, нужен песок, нужны настилы. Поэтому вот в этом смысле, как экскурсия, конечно, это все возможно. Другое дело какое-то приобретает смысл, да, если просто поглазеть, значит, ну, это одно. Ну, а что может увидеть человек, которому интересно, допустим, сооружение очистных барышей? Что он увидит там, и что он поймет это? Ну, ради бога, вот, в принципе, я считаю, что для того, чтобы понаблюдать, будет достаточно камер видеонаблюдения, которые с нескольких точек эту площадку дают нам на мониторе. Причем на мониторе чего угодно, хочешь смартфон, хочешь компьютер, без разницы, совершенно. Вот вы сказали про станции ультрафиолетового обеззараживания. Да, да, это Ульяновск. Расскажите подробнее, вот, что это из себя представляет, и, может быть, какие, как это отразится на экологической обстановке? Смотрите, Дарья, да, вот, в принципе, эти два проекта, чистая вода и оздоровление, конечно же, есть определенные цели, а все эти цели выражены в цифрах, да. То есть, если говорить о чистой воде, то цель проекта простая – обеспечить большее число населения чистой водой из централизованных источников. То есть, сегодня у нас по данным Роспотребнадзора 93,4% жителей Ульянской области обеспечены чистой водой. Да, наша цель – 96,7% населения. Вроде небольшой рост, но, в принципе, на все это нужно всего-всего-навсего, да, ну, как сказать, больше 400 миллионов. Если говорить за оздоровление Волги, то там цель, на мой взгляд, вообще чрезвычайно грандиозная, да. Значит, уменьшить в три раза сброс неочищенных источных вод в Волгу. Это с 94 с лишним тысяч кубометров до 31. По расчету наших специалистов, если мы выполняем полностью весь перечень запланированных сегодня строительных работ и реконструкций, мы эту цифру перешагнем. Мы в большее число раз сократим выброс неочищенных источных вод в Волгу. Вот. А если говорить за, значит, станции, которые будут построены, станции биологического обеззараживания, метрофилетового, значит, в Ульяновске, да, то, в общем-то, это достаточно современная технология, которая будет применяться у нас впервые. Это уменьшит присутствие хлоророганики в источных водах, что хорошо повлияет позитивно на качество сбрасываемых вод, да, и, конечно же, улучшит качество питьевой воды. Но это удовольствие, скажем так, чрезвычайно дорогое. То есть, допустим, если по правому берегу вторая-вторая очередь, которая должна быть построена в 2021 году, это полтора миллиарда рублей. Это громадные деньги, но тем не менее они в федеральном бюджете заложены. Если, допустим, говорить о станции биологической очистки на Чистных, на Левом береге, это тоже сумма достаточно крупная, миллиард рублей. Вот. То есть деньги, которые власть поняла, что необходимы для того, чтобы потомкам оставить чистую Волгу, да, да и, собственно говоря, и нам успеть пожить на чистой Волге. Это очень приличные суммы, поэтому наша задача очень оперативна и качественно организовать процесс, ну, скажем так, освоения этих самых средств. Повторяю, вот даже процесс выделения денег, он настолько, вот не просто так вот дали, вот вам сто, и все. Да нет, эта процедура, она наживая. Мы можем, мы влияем на то, чтобы на определенный период, на который заложены какие-то деньги, увеличить деньги, да, можем перенести их на другие виды работы. Вот. Но это, конечно, уже такая творческая работа наших коллег, наших сотрудников. А вот хотелось бы остановиться еще на новой майне Меликевского района. Тоже жители очень часто жалуются на качество питьевой воды. Вот какие работы будут проведены там в этом году? Хорошо. Значит, по новой майне. Сейчас завершена разработка проектной документации на реконструцию системы водоснабжения. Вот. Мы ожидаем, что к 1 июня мы получим положительное заключение. Стоимость работы порядка 111 миллионов рублей. Очень большие деньги. Но благодаря их реализации больше 5,5 тысяч жителей получится качественную воду. И по нашему плану реализовать проект планируется в 2021 году. То есть, вот тогда уже можно точно говорить, что в майне хорошая вода. То есть, еще годик подождать? Да, потерпеть. Вот тоже хотелось бы остановиться еще на соседнем районе, это Чердоклинский уже. Тоже у жителей ряд населенных пунктов ожидаются положительные изменения воды. Какие работы ведутся уже? Смотрите, сейчас уже идет реконструкция скважин Архангельского грунтового дозабора, из которого запитан Новый город, и который предполагается использовать для обеспечения водой того же самого Октярского и Чердоклинского района. Значит, вот в этом году, вернее, в прошлом году, уже в конце года были заключены контракты. Работы по реконструкции скважин будут завершены уже в этом году. Следующий этап – это поселок Октябрьский, там больше 6100 человек будут обеспечены чистой водой. И планируется дополнить проект. У нас в министерстве есть еще интересный вариант обеспечения, вернее, продления системы нового водовода до Чердоклов, от Октябрьского, поскольку от Архангельского мы соединяем его. Но это нужно еще дополнить проект. В принципе, они вполне реальны. То есть проект мы планируем разработать в следующем году, в 2021, а начало – в 2022. Но тогда, если мы это делаем, где на это нужно будет нам порядка 90 миллионов рублей, и тогда больше 11 человек тоже получат чистую воду. Цифры очень маленькие. Таких цифр просто не было никогда. Это нужно понимать. Да и поэтому эти 5 миллиардов, которые выделены на Ульянскую область, это хорошая помощь для того, чтобы повысить качество питьевого водоснабжения и уменьшить сброс в Волгу. В завершение хотелось бы спросить. Если у наших зрителей возникнут вопросы, может быть, их не устраивает качество питьевой воды в их населенном пункте, вот куда им обратиться? Дарья, это стандарт Роспотребнадзор, который отвечает за то, чтобы проверить жалобу человека, взять анализ этой воды, и на основании этого анализа сделать ли соответствует водокачеству, либо же нет. Но там целая серия возможных исходов, потому что вода попадает, если это, допустим, частный дом отельниц, очень многое квартирное, совершенно другое, потому что приходят к дому, а в доме свои сети, а сети надо, а какое состояние сетей, почему такое, да, а если это горячая вода, то это или централизованная, либо крышная котельная, а что там, а какие котлы и так далее. То есть, здесь целая цепочка причин, которые могут повлиять на качество воды, но начинать нужно все равно с первого, да, вода соответствует, либо не соответствует. Не соответствует все, то начинаются уже, вступают в действие совершенно другие механизмы, что-то расследование, почему-то Роспотребнадзор может передать заявку к нам, в Министерство строительства, это наш надзор, это качество коммунальной услуги, и там свой алгоритм, что-то устранение этой причины. То есть, все систематизировано. Да, конечно, система есть, но повторяю, самое главное, Роспотребнадзор, алло, здравствуйте, у меня вода такого-то качества, и дальше вступает в силу уже в работу работники Роспотребнадзора. Спасибо большое. Ну, а наша передача подходит к концу. Дорогие зрители, увидимся с вами также в следующую пятницу. До свидания, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok